Трагедия в Афганистане. Сегодня в центре Кабула произошел масштабный теракт. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и государственные учреждения. Жертвами боевиков стали по меньшей мере 95 человек, еще 150 были ранены. МИД Украины проверил информацию о гражданах Украины, которые находятся сейчас в Афганистане. По предварительным данным, наши соотечественники не пострадали. Все подробности в материале. Мощный взрыв прогремел в центре Кабула ровно в полдень. Террористы заложили взрывчатку в машину скорой помощи. Смертник беспрепятственно миновал первый КПП при въезде в дипломатический квартал. Охране заявил, что везет пациента в больницу. На следующем пропускном пункте машину остановили сотрудники служб безопасности. Тогда боевик привел в действие бомбу. Взрыв был такой силы, что в радиусе сотен метров в домах и офисах выбиты стекла, а некоторые строения обрушились. Если бы террорист подъехал к зданиям, жертв было бы больше, говорят очевидцы. Я был в своем бронированном автомобиле, когда внезапно произошел взрыв. Представьте, он разрушил мой автомобиль. Мне повезло, я был на заднем сидении, но мой водитель получил серьезную травму. В результате теракта погибли 95 человек. Еще 150 получили ранения. Неподалеку от места трагедии находятся посольства Швеции и Нидерландов, а также здание национальной директории по безопасности. Именно оно могло быть главной целью атаки, считают в полиции. Власти уже объявили, это самый масштабный теракт в Кабуле за последние 8 месяцев. Я услышал очень громкий звук, полетело стекло, и я увидел множество погибших и раненых. Полицейские пытались вывезти их на своих машинах и скорых. Никто даже не проверял, живы ли эти люди. Мы уже несколько часов находимся перед больницей скорой помощи. Все выходы блокированы. Они не позволяют нам войти, и мы не знаем, где наши родственники. Всего неделю назад террористы устроили еще одну кровавую расправу. Талибы напали на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле. В тот вечер там были и наши соотечественники, стюардессы, пилоты и авиаинженеры. Жертвами боевиков стали 7 украинцев, которые по контракту работали в афганской авиакомпании. Сегодня, к счастью, никто из украинских граждан не пострадал. Об этом сообщили наши дипломаты. Соболезнования семьям погибших и раненым в результате теракта выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Еще одна ужасная атака в Кабуле случилась сегодня. Мои искренние соболезнования афганскому народу. Ответственность за теракты и в этот раз взяла на себя группировка «Талибан». Вот уже 15 лет афганское правительство вместе с американцами и силами НАТО ведет с ними борьбу. Но «Талибан» не теряет позиции и распространяет свое влияние на новые районы страны. Наталья Шумакова, подробности, телеканал «Интер».